Прям скажу о том, что да, меня зовут Светлана, я астропсихолог-коуч в теме саморазвития последние 8 лет просто очень глубоко, да, и как бы один из таких полюбившихся мне методов, которые, ну, действительно, ну, я действительно в них влюбилась, и как бы мне захотелось это добавить в свою работу, это метод работы Байрон Кейти. И вот сегодняшняя гостья, великолепная Екатерина, да, Вильковская, она поделится с нами вот многими-многими своими, как бы, такими фишечками, которые она уже наработала, да, она сертифицированный, в общем-то, эксперт, консультант по методу Байрон Кейти. Катя, давай, сейчас прям-прям уже тихонечку приглашаю, да. И я с ней познакомилась, любилась у нее как в человека, как вообще, как в эксперта, как профессионала. И, естественно, ну, мне захотелось такого человека пригласить к себе на эфир, да, чтобы, ну, чтобы об этом методе, в общем-то, знали гораздо больше людей. Это, ну, действительно, того стоит. И тот эффект, в общем-то, который... Угу, Катя исчезла. Ой, ты прямой эфир. Тот эффект, который, в общем-то, можно получить, да, задавая там всего лишь четыре вопроса, они невероятны. Я, Катя, я сижу, разговариваю. Привет. Это... Головинка. Выпросила меня из эфира. Вот. Я такая силой любви, в общем-то, да. Полной, полной, снесла. Да. Я, на самом деле, толком не слышала, что ты говорила. Вот. Ну, мы говорим про Байрон Кейти сегодня, да? Про Байрон Кейти, да. Про то, что вот тема такая классная, заявленная была, да, там, про близость. То есть, ну, это же действительно отношения, это, ну, одна из самых таких сфер, которые и для мужчины, и для женщины важны, да. И здесь вот, ну, очень много, очень много таких, ну, у нас друг другу ожиданий часто бывает, да, внутренних, там, своих переживаний, каких-то треволвений. И вот как вообще метод, да, работа, которая называется работа по Байрон Кейти, насколько он круто помогает, в общем-то, вернуться к себе и при этом не отдалиться от другого, да? Вот мне прям кажется, так формулирует. Да. И, ну, мы начнем с того, что мы просто посмотрим реальности в глаза, да, что сейчас часто происходит в парах. Ну, пары встречаются, такая влюбленность, мы друг друга любим, там, ну, 3 года, 5 лет, 7 лет уже, где-то больше напряжения, такие краски сгущаются, 10 лет, 15 лет. Ну, пары проходят свои стадии развития самостоятельно, и у кого-то действительно есть много ресурсов, чтобы это все проходить успешно, удачно и в близости, ну, в гармонии. Ну, основная масса, мы как бы в неведении, мы же рождаемся, у нас строить отношения, мы иногда интуитивно это делаем. Ну, как чувствуем, как подсмотрели у родителей, эти стратегии не всегда, они работают. И, ну, такая печаль, что иногда наблюдаешь в окружении своем, и очень сложно найти действительно гармоничные пары, где там спустя 15-20 лет, там между чувствуется такая близость, такое дыхание, и он восхищается, и она гордится, и, ну, вот, это такая, ну, правда, реальности. И здесь нет виноватых. Если мы послушаем мужчину, у него выйдет своя боль, да, свое разочарование какое-то. Если мы послушаем женщину, она скажет какие-то свои переживания, и это тоже будет, ну, ее внутренняя правда. Им скажем, ну, да, я тебя понимаю, и мужчину можно понять, и женщину можно понять. И как с этим быть? То есть вот всех понимаем, никто не виноват, а любовь куда-то убегает. И грустно, и что люди делают, да, но находят каких-то партнеров там других, или разводятся, или ищут другие способы быть счастливым, масса вариантов, или просто как бы адаптируются, ну, да, у нас там нету там уже такой страсти, но мы друзья. Стена, стена вырастает. Да, вырастает стена, и со временем это такой холод какой-то. Мы можем функционировать в паре, да, делать какие-то общие дела, вещи по привычке, но внутри нет вот этой уже теплоты, холод какой-то. Все очень формально, а внутри каждый начинает обрастать этим чувством одиночества. Мы смотрим на другие пары, нам кажется, они такие все счастливые. Это только у меня, это все плохо, да, но если заглянуть в каждого туда, да, ну, большой процент пар приходит к этой точке, когда... Большой, да, на сегодняшний день, на самом деле. Да, да, очень большой. И вот работа Байрон Кейти, ну, для меня, по крайней мере, на сегодняшний день, это такой, ну, хотя бы шанс, да, и почему мы там идем на тренинги, там, обучаемся, как взаимодействовать с мужчиной, там, читаем книги, да, потому что мы хотим быть счастливыми, и это правильно, это нормально, и вот инструмент работа, это тоже как один из способов вот это вот колесо, маховик развернуть в обратную сторону, в сторону близости, теплоты, доверия и открытости друг к другу. И вот можно еще поговорить, откуда вот эти корни, почему, на самом деле, мы со временем охлаждаемся, ну, друг к другу, почему, то есть, понятно, что вот эта стена холода, да, мы говорили, если женщину послушать, мужчину послушать, каждый расскажет свою историю о том, как он несчастен в этой паре. И там куча мыслей, там много каких-то, вот если бы он, а вот он меня не слышит, не понимает, претензии. И, конечно, мыслей этих много, претензий много, и человек, когда сидит, оперевшись на эти мысли в своем уме и видит реальность, несоответствующую его ожиданиям, он постоянно испытывает неудовлетворенность. В голове, в голове такой махарин. В голове неудовлетворенность. И она накапливается, 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 и со временем приходит ощущение вообще, я сделал неправильный выбор в своей жизни. А зачем я женился? Это была такая ошибка. Где была та любовь? Потому что вот эти мысли постоянно, они вот как... Колесо сенсоры. Колесо сенсоры, да. Они поднимаются у нас, опять же, нет нашей вины, что они приходят. Вот. Но основное, почему вот рождается это ожидание, что партнер сделает нас счастливым, что у нас... Мы делаем очень большую ставку на другого человека в своей жизни. И этому мы где-то обучаемся еще в детстве. Когда мы маленькие... Да. Когда мы маленькие, мы в поисках любви наших родителей, мы не потеряем вот этого чувства себя. В детстве оно яркое, а потом постепенно, постепенно, наш фокус внимания смещается на других людей. И когда родители, допустим, в каких-то моментах не всегда там гармонично проявляются в отношении нас, первый идет испуг. Меня не любят. Да. Меня не любят. Как так? Такое удивление. Со мной что-то не так. И что тогда, если ребенок поверит в эту идею, что меня не любят, что он будет делать? Он будет стараться... Можно стараться, да, да, да. Эту любовь вернуть. И это вот наслоение раз за разом. И мы вырабатываем в детстве стратегии по завоевыванию этой любви. В поисках этой любви, в поисках одобрения мы много сил этому уделяем. Мы учимся прекрасно. Или наоборот, вот мы там, не знаю, бунтарями растем, чтобы обратить на себя внимание. Мне хочется прям добавить, знаешь, такое сравнение. Оно не очень экологичное будет, но это же правда. Знаешь, мы в какой-то момент, вот, ну, даже понаблюдая сейчас со взрослой жизни и на то, как бы, ну, в своей же семье анализ можно сделать и со стороны, да. Когда ребенка часто превращаем в обезьянку, знаешь, на площади аттракционов. Вот, а сделай, а сделай вот так вот. А вот так можешь? А вот так. А мы тебе аплодировать будем. Смотри, ну, это же я тебя научил. Ну, ну, давай, давай, давай. И смотрите, это я его мама, да? Смотрите. Да, да. Ну, представляешь вообще? Да. В какие игры мы играем, в общем-то. И отдаление, отдаление, отдаление ребенка, да, до какой степени, до какой степени идет, в общем-то, от самого себя. От самого себя. Вот это самое главное, вот то, что ты сейчас сказала, самый главный момент, да. Потому что, ну, мы научаемся в детстве что-то изображать ради того, чтобы мама и папа были довольны. И иногда это длится всю жизнь. У меня был недавно тоже клиент, там, свои 45 лет, имея большую должность, там, он говорил, я понял, что я папе доказываю, что я тоже не лыком шип. Да. То есть, и вот как он говорит, это же я всю жизнь на этом и посвятил. И, конечно, мы проживаем не своей жизнью в этом ключе. И есть иногда такой привкус, как будто я живу, но не проживаю, что это что-то не мое, как будто я не своей жизнью живу. Спящая красавица. Это же сказка. Да, да. Это же сказка. Все вообще настолько взаимосвязано. И написано-то было для нас, чтобы мы услышали, а мы, ну, немножко опять подменили и пошли своим, своим, в кавычках, путем. Да, своим путем. И у нас внутри такая появляется пустота со временем растет. Да. То есть тут два момента. Во-первых, это внутри, как мы по мере отдаления от себя ощущаем эту внутреннюю пустоту. и, естественно, нам хочется ее заполнить. И кто первый человек? Это наш близкий. Конечно. Да. То есть мы делаем очень большую ставку на то, что придет любимый и закроет эту дыру внутри. Волшебник. Волшебник. Волшебник, да. И, ну, то есть у нас первая стратегия. Мы эту любовь-то и получаем. То есть тут как бы мы с двух сторон идет, да. Мы ее уже ищем. То есть у нас уже привычка получать любовь и одобрение у окружающих, у родителей. И также параллельно же наращиваем эту внутреннюю пустоту, изображая вот эти роли. И получается, когда приходит партнер в нашу жизнь, вот этот гормональный всплеск, там три года, любовь, страсть. И вот он показывает нам в отраженной взгляде своем, восхищенном, что я тебя так люблю. И мы, о, со мной все хорошо. Вот оно, вот оно, да. И мы обретаем вот это как бы ощущение цельности внутренней, целостности такого, естественно, природного оно состояния. Но мы это связываем с партнером, да, что это он нам дает. И, конечно, это переживание очень сильное, яркое. И столько фильмов про это, и столько книг про это. Да. Да. Но... Да, нет проблем в этой любви, то есть это все прекрасно. Единственный здесь маленький нюанс, что мы связываем свое вот это состояние, свою наполненность с партнером. То есть, да, наша привычка воспринимать себя, свои ощущения через отражение в другом, она сохранилась. И поэтому что происходит? Когда партнер чуть-чуть начинает отодвигаться в сторону... Ну, начинает больше заниматься своей жизнью, своими делами. Вот это уже... Он уже не говорит нам каждый день, какая ты прекрасная, ты свет моих очей, да, или ты мой бог, ты мой герой. Что происходит, да? Тогда мы эту опору как будто начинаем терять. Мы на нее оперлись, и она тут начинает уходить в сторону, и мы, нет-нет-нет, стой здесь, говори так же, как я прекрасно, говори, что я любима, ты восхищен мой, стой, никуда не ходи. А он раз, а я хочу пойти. Он говорит, нет, ты должен стоять. И вот тут вот возникает, конечно, у нас состояние паники. Дефицит, паника, дыра, пустота. Опять все вернулось. Опять все вернулось. Как так? Опять все вернулось. И что мы начинаем делать? У нас естественным образом, от того, что мы опирались на него, и он чуть-чуть отошел, будет возникать мысль, а ты должен. Да, ну. А ты должен вернуться, а ты должен меня любить так же, а ты должен, ты же мне обещал. И куча вот этих в голове претензий, кажется, вот если их на бумагу выложить, ну, вроде как и неадекватные, но они нам так искренне сидят в нашей душе, да, потому что мы ничего не можем с ними сделать. Ну, вот оно идет, и все. И как стихия какая-то нас несет. И, конечно, это не твой лет. Ну, а человек другой не рожден для того, чтобы обслуживать собой наши вот эти пустоты внутренние. Должествование. Должествование. Да, знаешь, удовлетворять. И к чему мы тут приходим? У нас возникает другая проблема. Я-то понимаю, что он не должен. Но внутри у меня ожидания, я ничего не могу с этим сделать. Я же много книг умных духовных прочитала, так, по психологии, что человек свободен, да, я даю ему свободу, но внутри это меня держит. Почему, когда он там не позвонил, я обиделась, не разговаривала с ним там два дня? Да, почему? Оно, естественно, возникает. И вот работа Байрон Кейти это приглашение как раз вот эти все мысли, ожидания, претензии, которые мы накладываем на партнера, что он нас делает счастливыми, что он вернет нам нашу целостность за счет себя. Все выносим на бумагу, потом исследуем, насколько это все правда. И вот в работе есть такой вопросник о суде ближнего своего, да, он звучит так очень провокационно, да, потому что нас в детстве учили не судить, не судим и будешь, ай-яй-яй, да. Но мы улыбаемся внутри, а внутри-то все равно боль. Улыбка, все хорошо, а внутри-то нет? А внутри разделенность, холод, отчужденность, одиночество. И причиной этому являются как раз вот наши эти мысли. И когда мы заполняем вопросник о суде ближнего своего, из какого-то стрессового момента, да, вот у нас реакция, у нас эмоция, мы даже можем не осознавать, что там у нас в голове в этот момент, что там несется, что за претензии, мы не можем их осознать. И вот эта маленькая анкета из шести пунктов, она как раз, как вот, мы сито забрасываем, сети забрасываем в воду и вылавливаем рыбу. И вот так же мы в свой ум забрасываем вопросник и вылавливаем тоже свои мысли, которые потом исследуем. Исследуем, да. То есть вся наша реакция в этот момент определена этими мыслями, верой в эти мысли, то, что они правдивы, что он должен. И чем хорошо? Не закрываться от этих состояний, не убегать от них, а как раз остановиться, развернуться, посмотреть и достать наружу свои убеждения. Потому что, как Кейти говорит, вот Байрон Кейти, автор этого метода, пока мы не увидим, мы ничего не можем с этим сделать, пока мы не осознаем, это управляет нами внутри. И мы проживаем 5, 10, 20 лет внутри неся те же самые истории. И все больше отдаляясь, отдаляясь, отдаляясь от партнера. Такая простая фраза, да, мои мысли, мои скакуны. Мы так с юмором это воспринимаем, ну, юмора, да, если бы не было так грустно. То есть эти скакуны, они нас несут по жизни. Я часто, знаешь, сравниваю вот в консультациях, я говорю, знаете, как разъяренный конь, разъяренный конь, которого ты не знаешь, как остановить. Все, он вышел из-под контроля. Он просто вышел из-под контроля. И твоя задача, вернуться. Конь-то выпрыгнул, это всего лишь, вот здесь, вот по Байрон Кейти, это всего лишь мысли, ребята. Остановите этого грозбушевавца, у него и здесь, и здесь, у него просто, ну, он уже не понимает, куда он несется. Но наша задача остановить. Да. И вот здесь такой, ты чётко привела этот пример, да, когда ум нами управляет. Просто. То есть, как Кейти говорит, мысли делают нас, пока мы их не исследуем, да, то есть и мы марионетки собственного ума, либо какая-то часть, мы наоборот, этот ум приручаем. И там во многих, не знаю, даже буддийских там каких-то картинках, когда бык, бык это ум, да, и вот тот, кто его оседлал. То есть мы, когда ум нам уже подчинён, ну, в кавычках, да, то тогда наша жизнь становится совершенно другого качества. Значит, когда партнёры, экологичных партнёров, да, когда там, ну, бизнес строится, вот можно, ну, с кем угодно, там, с мужчиной, женщиной, разное сравнение перевести, да, то есть мы не можем, как бы, ну, есть иногда в какой-то момент партнёр-учитель, и тогда я, как бы, как бы учителем становлюсь для своего ума, да, и метод работы как раз вот как приглашает, то есть мы сейчас будем в партнёрстве, но я всё-таки, я как бы, да, я учитель, у меня опыт, ну, то есть я знаю, как с этим справиться. Ой, у меня аж мурашки, пашки, классный такой пример привела. Действительно, то есть мы в работу идём, как, да, работа это как инструмент, как учитель, учитель для нас самих, и Кейти говорит, найдите своего внутреннего мастера, то есть ваш мастер внутри, просто мы, когда в реакции, в вере в этих мыслей, мы как дети, как маленькие дети, и вот когда идёт исследование, мы очень часто наблюдаем, что эти все истории идут из детства. Мама должна была мне, там, обнять меня, это папа должен был меня, там, восхитить со мной. Нет. А потом мы это перекладываем на мужа, на жену, на детей, то есть все те же претензии детские, на шум детский. И через работу мы его как будто взращиваем, он подрастает у нас, он становится более зрелым, более взрослым, более ответственным, более спокойным в связи с этим, и целостным. То есть вот это состояние, самое главное, да, вот, к чему это всё ведёт? То есть вот исследование собственных мыслей, то есть это что, мы выписали претензию на партнёра, мы сделали работу, мы поисследовали, но мы дальше, может быть, посмотрим, как этот механизм, да? Да, да. Главное, что же происходит? Когда мы делаем исследования, в итоге мы видим, что то, что мы искали в другом, есть в нас. Огневые конюшни расчищаем. Да, да. Расчищаем. И это не просто от ума там, да, вот мне сказали, что, ну да, это я там, во мне Бог, да, я могу сколько угодно говорить и Бога не почувствовать, да, а работа, она как раз, это исследование, это медитативная такая практика, которая позволяет все это прожить и, как ощутить на себе, увидеть, что, ну да, действительно так. То есть мы встречаемся со своим внутренним знанием, со своими внутренними ответами, которые глубже, чем наш ум. Пропустить, прям пропустить, прожить это уже. Пропустить себя, да. Нам просто кажется, что мы и есть наш ум, и все, что нам говорят наши мысли, это и есть я. И вот самое первое, главное открытие в работе, ты понимаешь, что ты не есть твои мысли. То, что ты думаешь о себе, это не ты. То, что ты думаешь о другом, это не он. Да. Ну, это простая фраза, но в ней очень много глубины. И когда мы начинаем вот так, как бы, отделяться от своих мыслей, мы начинаем находить какую-то другую часть себя, более истинную, более настоящую, более природную, более естественную, такую аутентичную. И по мере, вот, как бы, исследования, мы все больше, возвращаем себе эти части, которые были из-за этих мыслей, ну, как бы, потеряны. сейчас опять вот такая прям, слушай, ты говоришь, вот, ну, что значит, сонастраивайся в поток такой, да, вот общий, мы же в одном поле сейчас. И ты знаешь, вот ты говоришь, а у меня такое, знаешь, это вот родители ушли, ушли родители, там, ну, на полчаса оставили, ну, вроде ребенок тоже, ну, нормальный, это взросленький, можно оставить там на полчаса, на часик с соседем зайти, на чаечек попить, да? И ты знаешь, такие родители, ну, вроде там чуть побольше задержались, а этот ребенок, он сидит, и он превратил вот эту вот комнату свою в хаос, вот просто в хаос, и у него, знаешь, такое, родители возвращаются, да? А он вот в центре комнаты сидит, и он не может вообще понять, где он находится. То есть, ну, то есть все перемешалось, в общем-то, и игрушки, и тетради, и фрукты, и овощи называются, да? И такой, знаешь, ну, шок, в общем-то, а что с этим делать-то? Ну, казалось бы, это же все необходимо, это же все необходимо, но это и есть часть моей жизни. Ну, как бы, да, фрукты должны отдельно, вообще, потому что это еда, это игрушки, а это там вообще учеба, а это там для сна, а здесь все перемешано, в общем-то, да? Да, и мы, получается, наводим, ну, как бы все ставим на свои места, внутри своего мира. То есть, есть же жизнь внешняя, а есть внутренний наш мир. И вот работа позволяет там, ну, через исследование этих мыслей, через событийный ряд, да, обретаясь внутреннюю. И вот, если мы после исследования каждый раз, там опору пере, ну, то есть, это он должен, там, вот эти все наши претензии, это опора на нем, на другом человеке. А когда мы исследуем, мы видим, что я источник, как любви, так и воли, и я могу сама себе это внутри давать, поддержку, там, любовь, да, то есть, когда я это обнаруживаю в себе, я с другого эту нагрузку снимаю. Волшебство, волшебство, никто ничего не должен, в общем-то, да, оказывается. Вот эта истина, которая раньше была просто на слуху, она становится моим знанием внутренним, прожитым. И тогда я еще больше обретаю вот эту целостность, и здесь, и после этого исследования более целостно, и здесь, и здесь, и здесь, и получается, что мы обретаем вот эту целостность без опоры на другого. Костыль, костыль вовне, ну, как бы он... И сейчас... Да. Да, и тогда, что происходит? Как пара тогда начинает меняться? Если я становлюсь более цельной внутри самой себя, да, если рядом со мной любимый, я уже не жду, что он меня счастливит, я уже счастлива. И это то, что все тренинги говорят «стань счастливой», «будет тебе счастье», «тебя полюбят». Но мы... Я очень много это изучала, но к этому не пришла. Вот. Только работа, вот, она показывает, как это делать. Добавлю еще, Катюша. Смотри, такое интересное тоже, как бы в одной, ну, из работ там, ну, как бы это в психотерапии больше было, да, когда, ну, там просто на отвлеченный, там, в какой-то момент тоже с клиентом устраиваешься, да, я говорю, так интересно, я поделюсь своим опытом, да, и она такая, ну, да, ну, всегда же интересно. Как бы на одном, ну, на отдыхе мы были там, да, с друзьями, вот, и я, значит, рисую два сердечка таких, два сердечка, и одна девушка подходит, два сердечка, то есть они рядом, вот прям как у меня сейчас, да, только два равноценные сердечки. Вот, и одна девчонка такая, значит, подходит и берет, как бы это сердечко, ну, сверху, сверху еще большое рисует, другая, другая наблюдая за этим, подходит свою картинку, рисует одно сердечко, а практически в центре другое. А я говорю, а что вы делаете? Они говорят, ну, вот так должны отношения выглядеть. А я говорю, нет, а мне кажется, что они должны вот выглядеть так, ровно как я, ну, как бы нарисовал для себя. Это почему? Я говорю, потому что встречаются две полноценные личности, полноценные. Когда есть мое сердце и есть рядом другое, да, и мы можем идти, как бы мы можем, ну, мы можем много друг другу давать, мы можем много чем делиться, но при этом, как бы ты целостная и я целостная, да? Да. Шок в этом. Шок в этом. Потому что нас, нас же обучают с самого детства, что ты будешь счастлив только когда тебя любят. Если тебя разлюбили, все, твое счастье закончилось. То есть у нас ощущение себя зависит от того, как к нам относятся другие люди, а тем более близким человеком. И вот это, вот это то, что создает крен в любых отношениях. Со временем порождается этот холод и кажется такая абсурдность, да, я же его так люблю, почему же я не могу соединиться? Как раз из-за этого ожидания. Невозможно. Да, классный пример, свет, да, с этими сердечками. Да, ну как Фаина Раневская это говорила, я говорю, она такая большая шутница, но там в этой шутке огромная, в каждой шутке глубина просто невероятная, да? Да. Ну, только там, да, есть половинки у одного места, да, которое к нашему делу принадлежит, а все остальное, то есть встречаются две полноценные личности, да, в этом-то, ну, в этом, ну, скорее, наверное, одна из задач, там, да, если ставить, ну, относительно сферы отношений, вот как раз вот стать этими полноценными личностями. Угу. Ну, да, допустим, если взять тему, ну, там, близости, секса, интимных отношений, да, как, как, допустим, можно тоже две динамики просмотреть, когда мы опираемся на партнера в ощущениях себя, да, то есть, если он меня любит, я чувствую себя прекрасно, а если он меня не любит, я чувствую, все, мой мир рухнул, и что тогда происходит, ну, допустим, в теме секса, да, мы же начинаем изображать, что вот там для того, чтобы эту любовь, удержать его, потому что нам очень страшно попасть в это ощущение не любви внутри себя, отверженности, и мы начинаем не быть естественными, а быть фальшивыми где-то, сами с собой в первую очередь, нечестными, и это чувствуется, мы не получаем того удовольствия в процессе, да, которое могли бы получать, если бы были, ну, тотально соединенные с собой, да, а соответственно и с партнером, и мы теряем контакт с другим человеком, мы теряем контакт с собой, теряем контакт с ним, и то, что мы, ну, процесс, он уже воспринимается, как вкус какой-то исчезает, и с собой приходит ощущение, вообще, что в этом люди находят? вот хорошую, ну, это как бы, ну, тоже Гульнас поделилась, происходит хорошая зависимость от другого и по замкнутому кругу, да, то есть вот все, мы цепочку сами замыкаем, и вот эти два хомячка бегают, два хомячка бегают вот в этом круге, в общем-то, он же тоже, скорее всего, то есть мы обычно встречаем партнера с равной, с разным вот этим ощущение, цельности или там нецельности внутренней, да, если я, ну, как зависимо сильно от его мнения, он тоже будет зависеть от моего мнения, и пара в таком состоянии становится какой-то искусственной, неживой, но много боли там появляется, и мы не рискуем, допустим, проявить себя, как хотим, потому что нам кажется, а вдруг он меня отвергнет, а вдруг ему не понравится, а вдруг он скажет что-то такое, что я почувствую опять себя нелюбимой, лучше я не сделаю, то есть мы вырабатываем стратегию недействия, непроживание того, чего мы хотим, и наоборот, делаем то, чего не хотим в моменте, того, чего еще не чувствуем, и это действие становится пустым, сухим, мертвым внутри, и все вот это, наша пара начинает обрастать вот такой, ну, как, то есть до меня снежный ком, и у меня образ почему-то плесени пришел, или коррозии, когда, знаешь, начинает оно все, там где-то появилось, там появилось, там появилось, это наше пространство любви, это наша постель, да, и со временем появляются какие-то претензии, ожидания, нету вкуса, нету вот этой жизни, нету спонтанности, ну, это и грустно, конечно, все, и, допустим, когда мы цельные, да, если мы практикуем работу, если мы следуем свои мысли относительно другого, если мы снимаем с него вот эти опоры и ожидания, и нам приходит более такое приятное ощущение, комфортность самого себя, я такой, какой есть, со мной все в порядке, то есть вот это вот самое главное открытие, которое обретается во время исследований, я уже классная, то есть независимо от того, как ко мне относятся другие, даже если он в этот момент не улыбнулся мне, не поцеловал, или сказал, я не хочу заниматься с тобой сексом, мое самоощущение от этого не страдает, я остаюсь в своем хорошем, и когда мы вот так идем в отношения, и он так идет, мы честные, мы искренние. Представляешь, сколько энергии освобождается, это же, да, ну вот избитая фраза, там энергия, энергия, так мы за счет этого, как бы, да, здесь дыхание, ну, сперло, потому что я не знаю, что ему сказать, как мне сделать, и вот это, это в голове бесконечно, бесконечно вообще просто белый шум, да, вот просто, и я в этот момент, ну, тут тоже как бы, да, прям поделюсь, ну, чтобы тебе немножко передокнуть, да, вот, когда, ну, тоже с одной девушкой, там, в процессе сессии мы стали говорить, там, отношения свекрови, муж-треугольник такой, да, и она говорит, ну, ну, почему там, ну, я как бы, я же, я улыбаюсь, я достаточно доброжелательна по отношению, там, ну, к ней, к нему, а я говорю, а что внутри-то происходит с тобой, да, да, а у него, знаешь, такая, раз, тишина, ну, нормально, ну, я нормально с ними разговариваю, я говорю, подожди, я хочу, ну, я тебе другой вопрос задаю тоже, что внутри происходит? Она опять уходит, представишь, ну, прекрати, не надо туда, и тут у нее, представляешь, ну, прям, ну, действительно инсайд какой-то, я говорю, мы же разговариваем, мы еще и здесь, мы еще и здесь, говорим. И здесь ценнее гораздо, понимаешь? Анна говорит, о боже, у меня вообще этот шум, он 24. Я даже спать не могу. Представляешь, то есть я все время разговариваю с ними. То есть я все время говорю, как ты разговариваешь с любовью? Ты очень любишь в этот момент мужа и свекровь? Она говорит, я их ненавижу. Я просто их ненавижу. Конечно, это чувствуется. А ты улыбаешься. Смотри, ты такая же хорошая, да? А сил-то нет. И я говорю, тебе хочется лечь, потом сексом заняться, любовью, красиво. Какой секс? Ты что? Ты даже улыбаешься. И вот это шок просто. Просто шок. И вот эта вот разделенность, она, то есть когда мы сильно опираемся на другого, разочаровываемся, откуда ненависть идет? Он недавно то, чего я хотела. Он поступил так, как мне не подходит. Да, и все, и идет сразменность. Но на самом деле мы в этот момент разделены и с собой. Там такая же неность идет к себе, как это то, что мы задвинули куда-то далеко, и не хотим смотреть в себя, не хотим возвращать себе свою опору. И от этого больше. Вопрос, вот, Гульна, слушай, ну классный. Мне кажется, вы прям 50% того, что проговорили, уже как-то ответ был, да? Как видеть цельную женщину, как личность? Интересно послушать ваше мнение, да? Ну вот, я сказала, во-первых, то, что у меня внутри диалог, и на внешнем, и на внутреннем, он должен все-таки совпадать красивыми словами, но говорить, что со мной происходит, в общем-то, да? И идти в свое исследование, если мы про метод работы сейчас говорим. Да, да, конечно, но я думаю, что вы в своем окружении можете, у каждого, наверное, есть в пространстве человек, мужчина, женщина, который вам нравится. Нравится как классная, вот она такая классная, или он такой классный, такая харизма какая-то веет от человека. Почему? Что нам нравится в таких людях? А вот именно это какая-то цельность внутренняя, какая-то внутренняя свобода, спокойствие, смелость проявляться, да, то есть смелость говорить то, чего я хочу. Заявлять. Заявлять об этом. И не делать того, чего я не хочу, не подстраиваться. То есть никаких вот этих треугольников Карпмана там нет. Спасателей, жертвы, агрессора это исчезает, потому что нету главного мотива. В потребность уходит. В потребность потребность в любви других. Треугольник Карпмана как раз запускает, меня должны полюбить. Вот эта идея запускает. А цельная личность, там любовь обнаруживается внутри. И кому-то повезло, кто-то с детства с этим просто пошел, ну, в условиях таких. Но основная масса, да, мы растем, ну, такими зелеными. Вот. И ищем свои инструменты, как это решить. Ну, вот работа в эронкете как раз нам помогает это возвращать. Да. И вот это потом свобода, которая обнаруживается, она пахнет. То есть такие люди, они как бы аромат какой-то излучают. Спокойствие. это, ну, я думаю, что у каждого в жизни были моменты, когда вы ощущали себя целостным и цельной личностью. И когда вы естественны были, не знаю, когда вы танцевали, когда хотели танцевать, пели, как хотели петь. То есть вот это видно в проявлениях. Очень живой человек, очень естественный, очень искренний. При этом там нету такого эгонизма нарциссического, а другая сторона медали той же нелюбви к себе. Вот. Там соединенность и с собой, и с другими. И с собой, и с другими. И это легко. И легко говорить нет, когда ты в контакте с собой, с другим. Это нет звучит очень мягко. Очень с любовью к себе и к другому. И тогда, конечно, вот, и, ну, мы у всех, у нас, даже если мы там основную часть времени не ощущаем вот эти состояния, вот в работе есть прекрасная возможность это прожить на себе и ощутить, что в тебе всегда это есть, было и будет. Это состояние цельности. Четвертый вопрос. Кем бы ты был, если бы ты вообще не верил ни в какую идею о себе? Вот даже все, кто сейчас там нас слушает, да, мы даже можем с тобой сейчас, Свет, очень интересно. Хочется пример прям какой-то, да, чтобы вот прям смотрит народ. Давай вот прям возьмем пример. Гуль нас пишет, да, можно же ошибиться, думаешь, человек цельный, а он лучше, чтобы завоевать любовь других. Ну, безусловно, мы это видим сплошь и рядом, когда мы там что-то изображаем. мы же говорим не про, мы говорим про качество цельного человека, про внутреннее, а то, а изображение, да, ну, она говорит на то, что мы, может, в окружении видим таких людей и нам кажется, что вот он цельный, да, это тоже может быть просто история. Да. Безусловно, мы тоже можем ошибиться, конечно. Вот, но если вот говорить о цельности, вот когда у меня бывает, когда наедине с собой одно состояние, когда в компании оно другое состояние, когда в отношениях с близкими людьми третье, то есть мы можем по разной обстановке почувствовать, насколько мы цельны, понаблюдать свои мысли, как мы ведем себя, чего мы хотим от других, да, вот если такое самоподвижение включить, мы можем увидеть, как мы либо играем, либо мы остаемся в контакте с собой. И то, что мы делаем, это что? Это изображение или это я такой есть? Я такая вставлю тоже. Я тоже, ну, часто говорю там, да, включайте наблюдателя за собой и за тем, какой ты в отношениях. Ну, вначале там, знаешь, если не совсем еще прокачан клиент, недолго работаем, я говорю, это не про сумасшествие ни в коем случае, не про шизофрения внутреннего, это то, когда я, как вот, как цельная личность могу прям, ну, действительно, как будто, я наблюдаю сейчас, вот, да, вот мы с тобой, как будто сидим здесь за столом, да, и я со стороны, и я со стороны в этот момент, ну, это как бы, ну, осознанность, такая избитая фраза, но тем не менее, я могу, я могу не впадать в это пространство, не вваливаться, тогда и сложно общаться, вот, вот чем дело, то есть я заполняю собой все пространство, я позволяю как бы себе отойти на расстояние, это не про безопасность, а, ну, про уважение, и тебе позволяю отойти, вот, как бы, на расстояние, да, чтобы вот в этом, ну, в этом вот, скажем, пространстве что-то родилось конструктивное, и наблюдаю за этим, то есть вот, ну, это, это даже никакая не алхимия, не, скажем, не каких-то там уровней не нужно достигать, это на самом деле очень просто, то есть я со стороны начинаю наблюдать, какая я сейчас, какая сейчас, и мне, и мне в этот момент очень легко становится, то есть я настоящая, я честная, и в этом, Лена, ну, значит, Лена писала, что говорит, раздражитель появляется рядом, и цельность куда-то исчезает, но если цельность исчезает из-за раздражителя, да, значит, есть какая-то часть внутри, какая-то маленькая еще дырочка, да, и вот как раз в такие моменты очень полезно сделать работу, осудить этого раздражителя по полной, искренне, со всеми, эпитетами, и сделать работу, например, Лен, вот можешь сейчас нам в чат написать мысль, которая тебя раздражает, дрища, вот в другом, раздражитель, какая к нему претензия, что он делает? Золотаем сейчас дуршлаг, что он делает с тобой, когда он раздражает тебя, что тебе не так? Ну, если хочешь, конечно, если нет, мы можем вообще быть мыслей, да, там он, он не понимает тебя, он там не слышит, он вообще... Или хочет больше зарабатывать. Хочет больше зарабатывать. Угу. Ну, давай, хорошо, тогда можно, ну, даже, он не хочет больше зарабатывать, да, если бы мы делали работу, как бы это выглядело? Ну, у нас времени немножко осталось, буквально 10-15, поэтому мы не будем делать полный там разбор, а набросаем, для того, чтобы... Заставляет меня, меня заставляет. Он заставляет меня работать, прекрасно. Да, Лен, конечно, и в работе есть 4 этапа, и есть, это 4 вопроса, и есть перевороты. И вот мы сейчас берем эту мысль, он заставляет меня работать, да, если бы мы, Лен, с тобой работали, мы бы тебя сначала спросили, нашли момент, когда ты это чувствуешь, этот стресс, то есть у тебя прям идет реакция, он там, допустим, тебе говорит, так, ну, сколько там денег у нас на счету там, да, я не могу работать, давай ты иди работай. И в этот момент он заставляет меня работать, у тебя реакция, мы тебя спрашиваем, это правда, Лен, что он заставляет тебе работать? И твой ум может кричать, да, конечно, это правда. И тогда в этом случае, мы задаем второй вопрос, а можешь ли ты абсолютно точно знать, что он заставляет тебя работать? Вот абсолютно точно на сто процентов, что это именно он заставляет тебя работать, что у тебя нет других вариантов. то есть этот второй вопрос, он уже более такой, вводит нас в адекватность и позволяет нам чуть-чуть засомневаться, задуматься, да, да, да. Нет, видишь, Лен, это классно, да. То есть это, когда наш конь несется, да, такой трын-дын-дын-дын-дын-дын, первый вопрос, это правда? Да, а потом, можешь ли ты точно знать, что это правда? И конь, чуть-чуть, скорость затихает, и, ну, да, может быть и нет. И тогда мы задаем третий вопрос. А как ты реагируешь, когда ты веришь в эту мысль? И что с тобой происходит? Он заставляет меня работать. Он хочет видеть мою радость от действий. Он заставляет меня для этого работать. И вот когда ты веришь в эту мысль, и ты, допустим, не хочешь работать, или у тебя какое-то другое намерение относительно себя и своей жизни. Я злюсь, я растоптана. И что ты к нему чувствуешь в этот момент? Как ты к нему относишься? Он заставляет меня работать. Кто это? Как вообще я могла рядом... Изырк, тиран, мрак. Когда ты ошиблась. Когда-то выбрав его ненависть. Да, конечно, Лена. Ненависть несется. И мы иногда даже стесняемся себе в этом признаться. Мы находим разный там... Ну, нехороший человек, редиска там, да. Это на самом деле... Изответственное сатана или сатана, не знаю, что там. Но реально это так. Это то, что мы чувствуем. И это... Ну, мы же себя обмануть не можем. Когда мы верим мыслям, он заставляет меня работать. Автоматически он становится нашим врагом. И нам рисуются картинки будущего. Он заставляет меня работать. Там наверняка есть какой-то образ будущего. Как я буду работать. Или вообще какой будет наша жизнь. Да, вот все будет плохо. И мы видим картинки прошлого. Как все это было до этого. Наша история прежняя такая вся. Все об одном и том же. И я смотрю это кино. И вот этот враг передо мной. И что мне остается делать? Да, ничего. Только пока, значит, да. Да. И я как отношусь к себе в этот момент, когда я становлюсь свидетелем вот этого фильма в своем уме. Да. Я чувствую безысходность. Боль. И в этом всем одиночество какое-то. Беспомощность. И я сама себя какой ощущаю? Он заставляет меня работать. Когда я вижу его. А я баба. Ну да. Кстати, по всему что-то другое написано. Да. И когда я так сама себя ощущаю, какое у меня чувство к себе появляется. Это наверное. Да, да. Хочется. Ну, неприятно. Самое себя чувствую. Не хочется. И идет. Я, да. И идет какое чувство к себе. Когда ты такой себя видишь. Это когда ты видишь его заставляющего тебя работать. Когда я делаю с другим человеком. Класс. Чувство вены. Да. Да. Агрессия. Насел на саму же себя. Да. Там есть и безысходность, и агрессия одновременно. И та же ненависть к себе тоже. Что я ничего не могу сделать. Да. И мы видим, как у нас в уме возникает война с человеком, который рядом. Когда мы верим в эту мысль. И тогда мы задаем четвертый вопрос. Кем бы ты была в этот момент, когда он говорит, так, Лена, на работу. Будешь там радостная, счастливая. Пошла, пошла. В этот момент, кем бы ты была, если бы ты не могла верить в мысль, он заставляет меня работать. Если бы не способна была эту мысль осмысливать, думать в нее, смотреть в нее, то просто ее нет в твоем уме. Кем бы ты была без этой мысли, он заставляет меня работать. Видишь, что случилось? Я радостная. Твое внимание с того, каким он должен быть, что он с тобой делает, перенеслось в себя. Твой ум освободился. И твое внимание внутри тебя. И ты обнаружила, что у тебя все классно. Ты радостная, счастливая, уверенная. И с тобой все хорошо. И это вот. И сразу появляется энергия на действие, безусловно. Тая энергия, которая уходила на войну с ним, она вся внутри тебя. Ты это обнаруживаешь. Господи, такое богатство. Не видала раньше. Все во мне. Все во мне. И вот это то, что Гульнаса спрашивала. Опишите целостную женщину как личность. Вот. Вот сейчас мы Лену видим. Энергия бушует. И нет бабы с яйцами, извиняюсь, заворачиваю. И женщина счастливая, легкая. Рядом мужчина кайфует тоже. Ему тоже хочется что-то сделать. Да. И вот это вот состояние, оно тут же облегчает и нас, и его. На зло. На зло. И посмотри, когда ты эту цельность обретаешь, вот это вот, ну, то, что ты почувствовала. Без мысли, что он там с тобой делает, заставляет, не заставляет. Вот сейчас, прям в этот момент, посмотри на него, почувствуй, прям прочувствуй, что происходит на самом деле между вами. Лучший учитель. Из этого состояния, что ты к нему чувствуешь, когда он говорит? Даже я почувствую. Он меня любит. Конечно. Да. Это так проявляется его забота о тебе. Он хочет, ну, чтобы... Более легкая стала. Вот как раз вот это вот и нежность, и любовь. И нежность, да. И мы, представляете, от каких даров сами себя закрываем вот этими мыслями. Он заставляет меня работать, и я вот это вот, я не могу это взять, я не могу взять эту любовь, не могу соединиться со своей любовью к нему, не могу получить от него эту заботу. Я закрыта, я в стене, я в войне, конечно, и мы так живем. Сколько таких мыслей у нас в течение дня. Да. А мы можем жить вот в такой реальности, в нежности, в благодарности. Ой, спасибо, дорогой, ты так обо мне заботишься. Ну, я подумаю, я подумаю над твоим советом. Может быть, мне нужно время, да, чтобы почувствовать там, чем бы я хотела. Может быть, да, и это уже другой совершенно диалог. И следующий этап идет перевороты в работе. Мы берем ту же самую мысль, мы ее переворачиваем. У нас буквально пять минут, мы сразу их развернем. Я заставляю себя работать. Первая мысль. Он заставляет меня работать, я переворачиваю на себя. Я заставляю себя работать. И почему это большая правда? Что насилие происходит внутри тебя, а не с его стороны. И в насилии там, ну, сложно чему-то родиться-то, в общем-то. Да, да, и когда я сама себя насилую, Лена, давай, хочу, да, то есть там столько напряжения в это, и мир уже не мил, как вот ты писала в третьем вопросе. И кажется, что это он, такой гад меня мучает. Я не могу что-то дать. Не могу что-то делать вообще, да? Да, делать. Нет результата, да. То есть я заставляю себя работать. Отторжение, да, то есть когда я в этой энергии иду, мне, конечно, тяжело. Нет результата, и это меня опять же демотивирует. И как бы я жила, если бы я не заставляла себя работать внутри? Если бы я просто отпустила эту мысль, что я там должна работать или не должна работать. Просто почувствовала себя, да, без всякой идеи. И ты уже писала, что как будто появляется энергия. Что-то делать. Парадокс, да, парадокс. То есть как... Радостно бы делала, вот. Я бы радостно... Да, да. И, конечно, это давало бы тебе какой-то результат в радости, и это бы тебя еще больше вдохновляло. Да, и получила бы ту радость, в которой он видит, что у тебя есть потенциал для этого. Это отношение кайф. Ты понимаешь, что происходит? Кайф отношений просто. Да, и следующий переворот. Я заставляю его работать. Может это быть правда? Я общалась с людьми. Да, и в перевороте мы видим такие зерна совета, как нам лучше жить. То есть это прям рецепт счастья. Мы приходим к врачу, нам выписывают рецепт. Купите то, то, то и лечитесь. И вот эти перевороты и примеры к переворотам этот врач прописал, что мы должны делать. Да, вот. Нас вот написали. Перестать, заставлять себе работать, дать себе пространство, и появляется энергия, да. И когда я заставляю его работать, тоже заметить, что ни к какому результату это не приводит, когда я заставляю его работать. И как будет выстраивать ваше отношение, если бы ты и с него эту нагрузку сняла? Да, я пилю его, и себя, и его. И вот я вообще напоминаю себе уже эту пилу. И сама же себе не нравлюсь. Да, и вот тут, да, это его стресс. И этот стресс начинает нестись по кругу. И перевороты как раз показывают нам наши вот эти неверные стратегии взаимодействия, которые делают нас несчастными. И что нужно сделать, когда мы это рассматриваем как под микроскопом, мы можем, когда повторяем это действие, да, сказать себе, блин, ну я же понимаю, что это фигня. И остановиться. То есть перевороты исследования позволяют нам действовать иначе в похожих же ситуациях, более целостно заземлиться, и как раз исходить из своей цельности, а не из давления, из насилия. И третий переворот, он не заставляет меня работать. Может это быть правдой, Лен, что он на самом деле не заставляет тебя работать? Он позволяет мне не работать. Может это быть больше правдой? Стало прям легче. Да, да. И мы, да, да, и мы видим, что мы сейчас делали даже не работу такую, это был такой этот... Экспресс. Экспресс десятиминутный. Да, он хочет видеть меня радостной. Да, это не про, не про, давай деньги мне. Давай мне деньги. Кто был нахозяин? Да, насколько наше восприятие отличается от того, что на самом деле происходит. И мы же своим восприятием делаем себя ранним постоянно. И работа возвращает нас в ясность, просто соединяет нас с реальностью, возвращает нас в ясное восприятие того, что есть. И когда мы ясно видим реальность, кроме любви там ничего не остается. И в этом смысле это очень нежный метод, очень мягкий, приятный. И вот я приглашаю вас тоже на бесплатный вебинар, который будет 12 декабря. Я хочу запустить курс, где мы будем изучать отношения интимные с нашим партнером, где вот эти все вот эти занозы будем доставать, исследовать, обретать эту ценность, чувствовать страсть, любовь друг к другу. Потому что многое в нашей голове, вы сами сейчас увидели, что многое в нашей голове. И иногда через какие-то внешние техники мы не приходим к этой любви внутри. А когда у нас, ну как ты приводила пример, улыбаешься внутри ненависть, какой секс, какой секс. Чем бы я там не владела, я просто его не хочу. И вот с этим, с желанием. Как вернуть желание партнера? Вот это самое главное. Когда мы желаем, у нас там природа, она делает все, что нужно. Нас сейчас выбросит из эфира. Катюш, вот я услышала, да, что ты приглашаешь на марафон. Мы обязательно сделаем там и у тебя, и у себя, и у девчонок, я думаю, все в сторис как бы разместят. Потому что, ну это мега важно. Это, ну на самом деле... Это важно, на самом деле, да. Потому что мы все рождены быть счастливыми. Мы этого достойны. Да, да. Мы просто не знаем как. И вот, ну, работа, она в этом смысле очень помогает. Вот, ну, все стоит на... Спасибо.